Какова цель жизни человека? Какова цель жизни человека? Нашу революцию, да, кто эти ребята были по национальности. Это все известные вещи. Есть с этим проблемой, проблемы следующие. Организованность, общая субъектная организованность. Мы приводили пример взаимодействия, ну даже взять взаимодействие еврейского сообщества и британцев. Евреи не дотягивают до британцев, ну это реально. Британцы в финансовом смысле были благополучатели со Второй мировой войны. Вот британский капитал в Америке, да, и сама Британия, это вот получатели со Второй мировой войны. Донорами во Второй мировой войне, да, были евреи. То есть евреи финансово надсадили британцы и получили с этого деньги, да. Организация Израиля, это британская схема. Что может сделать один еврей, десять евреев, тысяча евреев в рамках финансовой схемы, организованной кем? Евреями? Нет. Организованной британцами. Вот финансовая схема по миру организована британцами. Все институты организованы британцами. То есть британцы могут ограбить любое количество евреев, вне зависимости от того, что евреи об этом думают. Это реальность, это реальная возможность. И это происходит. Происходит и на вершине финансовой пирамиды, когда там один очень материально обеспеченный еврей финансирует какие-то неизвестные фунды, да. Второй это делает, третий. Это, ну, в новостях все отражено. И сами британцы что говорят по этому вопросу? Они не считают евреев себе конкурентами и ухмыляются по этому вопросу. Просто больше информации возьмите и у вас ваше представление расширится. Макс Мин, что это такое? Коммунистки принадлежали всем коммунистам. Зачем эти антисоветские анекдоты подавать за факты? Во-первых, было сказано про комсомолок. Во-вторых, это не фантазии, это факты. Есть первый устав рабочего крестьянского союза молодежи, где имелся пункт следующего содержания. Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно оплатит членские взносы и занимается общественной работой. Положение существовало до 1929 года, когда была принята вторая редация этого устава. Параграф от Саити изъяли. Ну, это определенная форма в том числе и педофилии, да, комсомолки же они и маленькие там тоже девушки в комсомоле были, да. И вот такой вот разрад был в уставе. Автор этого дела вполне себе конкретный человек. Оскар Львович Рыбкин, Санкт-Петербург, советский комсомольский и партийный работник, первый секретарь ЦК РКСМ, Краснодарского горкома ЦКК. Вот, это с 17-го года, это что получается, с 17-го по 29-го, это 12 лет, вполне себе официальные материалы. Вот понимаете, вы нервничаете на то, что за все время существования научного трибунала мы вам дали много разной информации, а значительной части информации вы дичали, древели, возмущались. Потом, после возмущения, когда вы узнаете, что это правда, это факты, вы как-то такие выдохните и начинаете кидаться на другие моменты. Вы уже просто осознайте, что если мы даем какую-то информацию, эта информация достоверна. Просто вы о ней в силу тех или иных причин, в силу зомбирования другой информации, вы не подозревали. Вот теперь вот осознаете, что коммунисты это реальные сволочи, которые издевались над нашей страной. Ну вот как вот, что должен быть думать обычный нормальный сельский мужик, когда он читал вот это, блядь, комсомольский устав, где написано, что они должны делать с его дочкой, если она в городе окажется. Вот в селе ему сейчас продразвертка все отобрали, если он дочку в город отпустит, там вот эти комсомольцы за нее возьмутся. Что он должен был думать? Это вот твари, это бретаноидный заброс в страну нашу, по издевательству над нашим населением. И то, что как должно быть население на это реагировать? Пришли дебилы, убили настоящую власть и начали устанавливать вот такие вот порядки. И Карла Марса, это британский проект, это вот все им основу дал для этого. Валерий Махно, 62 года, в душе был коммунистом. Перевербовали за 20 минут ролика, где вы были раньше, Виктор. Может, я бы не зря прожил свою жизнь. Валерий Махно, зачитано. Просто если действительно знать побольше правды о коммунистах и о том, что происходило, это вот наша история. Вы не захотите поддерживать это движение. Вить, зачем тебе 22 машины? Это пишет Эдвард Широкий Кривой Рог. Пусть у тебя и у всех граждан будет не более двух машин на паспорт, и не более двух единиц жилья, и не более двух дач. Вот, Эдвард, вот тут полная чушь. Вот зачем тебе организовывать ограничения на людей? Вот город Минусинск, Сибирь, мужчина, у которого три машины, занимается изготовлением тротуарной плитки у себя, ну, на усадьбе. Небольшой дом, частный сектор, у него вот эта вот плитка лежит. У него такая газель, старая, дырявенькая, на которую он эту плитку может куда-то отвезти, да. У него легковушка, на которой он может ездить. И дальше что получается? Если он возьмет себе Ниву, чтобы там же на речке спускать лодку, да, то это тебя раздражает. Эдварда Широких из Кривого Рога. Какая тебе разница, сколько у человека будет машин? Более того, этот человек должен всего один налог платить на все три машины. Он на себя должен платить. Он же не может одновременно за рулем трех машин сидеть, да? Поэтому он должен платить один налог по максимальному двигателю из всех машин. А вы заботитесь о том, чтобы никто не развивался, не было никакой коммерции, чтобы все были ничми. Вот он может, допустим, доставку чего-то организовать куда-то, да, взять там три машины и организовать доставку какой-то продукции куда-то. Заняться каким-то бизнесом. Нет, тебе надо влезть в его жизнь и не дать ему развиваться, делать свое дело. Это к вопросу, вот как ты про 22 машины спрашиваешь. А нужно ли дать каждому нищему по 22 миллиарда денег? Они это заслуживают или нет? Вот он принципиально ни хрена не делает, на работу ходить не хочет. Ну, таких мы взяли, выбрали специальных вот таких вот нищих. Должны ли им каждому дать по 22 миллиарда? Или не должны? Если человек и так ничего не делает, и он с 22 миллиардами не будет ничего делать, зачем? Какой смысл? Когда ты что-то где-то отбираешь или даешь, оно в другом месте, баланс восстанавливается. Если это не сказочный баланс. Комуистическую вот эту вот придурь из головы вычищайте, пожалуйста, не мешайте людям жить. Лучше займитесь сами каким-то делом, вам не будет потребности лезть в жизнь чужих людей. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности есть самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Но. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Дураки нас окружают. Вы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Ба-ба! Катючек. Субтитры подогнал «Симон»